Я еще никогда такого не делал, но 555 лайкусиков и вторая серия выйдет завтра. А здрасте! А внезапно мы тут переехали в город Приозерск и добро пожаловать на карту Золотой Колос. И знакомьтесь, наш новый герой, его зовут Иннокентий, и ему сообщили, что этот самый Золотой Колос, этот колхоз, который раньше был супер-мега-крутым, обанкротился и сейчас тут идет распродажа имущества, он взял все свои сбережения, у него на балансе 400 тысяч евро, перемчался сюда первым же поездом, чтобы замутить здесь крутой бизнес. И в общем-то начинаем мы с вокзала, как это ни странно. Девушка осторожнее, ну куда ты прешь? Уставилась свой телефон и идет непонятно куда. Ладно, соответственно, у нас на часах сейчас 7.57 утра, мне тут сказали, где-то должна стоять какая-то машинка, которая будет меня ждать, это типа подарок мне от не знаю кого. Кстати, есть чудо-блины и не знаю, хочет ли Иннокентий кушать, но судя по всему пока что закрыто. Короче говоря, через 2 минуты откроется риэлторская контора и нам нужно ехать туда обязательно. И вот такую вот машинку нам тут подогнали. Да, ни копейка, как в старые добрые времена, но по-моему очень неплохо для начальника колхоза, да? Хотя если бы у человека было 400 штук евро, мне кажется, он купил бы что-нибудь получше. Ну да ладно, девятка мать ее. Короче, заводимся и поехали. Мне тут рассказали, где находится рядом с вокзалом. Очень близко находится это самое риэлторское агентство. Только я нихрена не вижу, как тут выехать-то. Надо как-то очень аккуратненько это делать. А то, знаете ли, приехал в новый город и сразу же во всякие ДТПшечки попадать. Это ну такое себе, да? Ладно, погнали. Да, тут прям совсем недалеко надо было ехать, но я же начальник. Короче, глушимся, е-мое, я вылез прямо на крышу. Короче, погнали в это самое риэлторское агентство. Уже 8 часов утра и пора бы, пора. Просто надо первым скупать все, что нам надо. Соответственно, риэлторское агентство нам позволяет что-нибудь прикупить. Сейчас идет распродажа, все продается по сниженным ценам. Я очень много провел времени, изучая механики этой самой карты. Это, друзья, сразу говорю, совершенно другая игра. Просто фарминг-симулятор 17 и 19 просто отдыхают. Это отдельная вселенная, отдельные скрипты. Здесь все очень круто и мы все обязательно посмотрим. И тут много есть вариантов, с чего можно начинать карьеру. Можно начать с полей, как обычно. Можно начать с животных. Можно, не знаю, взять какой-нибудь тепличный комплекс. Но я, друзья, по старинке решил начать именно с полей, как вот фермер, что ли. Поэтому нам нужна в первую очередь ферма. На сегодняшний день база стоит 212 тысяч. Мы ее покупаем и она теперь в нашей собственности. Так у нее рыночная стоимость 797 тысяч. То есть, да, сейчас все идет на скидках. Блин, вот сейчас такие цены сладкие на все. Тепличный комплекс стоит 31 тысяч. Вот прям хочется его взять. Ну ладно, друзья, потом. Это, ладно. Нам нужны еще поля. Поля здесь не очень большие, но они замечательно объединяются. И начнем мы, друзья, с поля, которое находится около фермы. Ферма у нас вот находится там, где единичка зелененькая горит. Соответственно, ближайшие поля, которые мы можем себе позволить, это шестое и седьмое поля. 2,82 гектара, 33 тысячи стоит у нас шестое поле. И сразу же, видите, ценник подрастает как. Ну и седьмое поле мы тоже сразу же покупаем. У нас на балансе остается 122 тысячи и надо еще закупиться техникой. У старого колхоза есть своя техника, она стоит на ферме. Она сейчас тоже продается на скидках, поэтому мы едем туда и выбираем себе технику, которую купим. Разумеется, купим мы далеко не все, что там можно купить. Кредит, увы, сейчас нельзя взять, потому что, да, я, по-моему, припарковался как олень. Ну да ладно, мне можно. В общем-то, заводимся и погнали на ферму. Такс. А здрасте, что называется. В общем-то, давайте машинку оставим примерно вот здесь вот. И погнали посмотрим, что у нас тут есть. Соответственно, всю технику, которую вы видите на базе, она нам сейчас не принадлежит. Ее мы можем купить. Например, вот стоит тут МТЗ-шечка. Мы к ней можем вот так вот подойти и увидим, что она стоит 5773 доллара. Я там в начале серии говорил, что у нас в евро все исчисляется, да? Соответственно, если мы зайдем в магазин, то она стоит 27 тысяч. И требует еще 16 рейтинга. Да, здесь как на дырах Кавказа рейтинговая система, поэтому, чтобы что-то купить, нужен рейтинг. Чтобы купить что-то крутое. И, видимо, эта МТЗ-шка считается чем-то крутым. В общем-то, для начала я предлагаю пробежаться, посмотреть, что здесь вообще есть. И потом уже делать выводы насчет техники. И вообще, небольшая экскурсия по базе. Я, правда, сам могу много чего не знать. Соответственно, здесь у нас есть такой въезд маленький, запасной что ли. Стоит несколько ангаров. Ангары, разумеется, от манускрипта. И все прекрасно у них работает. Также еще один въезд. И есть заправочка, куда можно перевезти свой топляк и заправлять свою технику. И обязательно надо будет это сделать. Здесь у нас есть хранилище всяких сыпучих грузов, уголь, щипалуз, гожмых, песок, гравит, росник, отруби, гранулы, соломы, сено. Они находятся рядом с железной дорогой. И да, здесь можно купить сраный поезд и возить все на поезде. И мы это обязательно потом сделаем. Потому что это все так интересно. Здесь своя механика. Один поезд на все пути и стрелки перевозите. Чучух-чучух. Да-да-да. Также здесь есть вот такой вот замечательный элеватор. Куда выгружается зерно. Он на 12 секций. Ой, я провалился в яму. О, элеватор на 12 секций. То есть мы можем все секции забить одной какой-то культурой. Можем разные в них засыпать. В общем-то сделано все правильно. У него общая вместимость 7 миллионов 200 тысяч литров. И это не на все культуры. Это на... Это его общий объем. Ну, короче, это так и работает. Но потом, когда мы разобьемся и накопим себе рейтинга, мы можем заказать стройку. И нам сюда поставят. Видите, тут уже начали. Фундамент какой-то сделали. Можно, в общем-то, это все дело будет расширить. Также здесь находится довольно много мусора всякого. Вот типа вот этого столба. Который тоже можно заказать рабочих. И они приедут и здесь все посносят к херам собачьим. Короче, есть вот такой замечательный элеватор, которым мы будем пользоваться. Курить здесь, увы, запрещено. Но я здесь начальник. Я буду курить. Понял, да? Соответственно, есть вот такое вот овощехранилище. Даже целых два. Но одному из них пришел кирдык. И, собственно, его тоже можно восстановить. И их получится будет два. Здесь у нас на овощехранилище можно хранить два каких-то сорта. Выгружаются они конвейером с другой стороны. Тут железная дорога и поезд. Вот поезд хочется прям чуть ли не сначала купить. Но надо слишком до хрена рейтинга. Поезд у нас появится со временем. Ну, а второе зернохранилище, в общем-то, понятность. Оно пока что немножко подустало, что ли. Далее у нас на базе идет хранилище семян и удобрений. Здесь такой вот бункер. Они будут здесь лежать в поддонах. На карте очень классная система. Нужно покупать семена, во-первых, разных сортов, а во-вторых, разные семена. То есть, если ты хочешь засадить себе пшеничку, то ты едешь в магазин и покупаешь семена пшенички. Они существуют разных сортов и это влияет на урожайность. Но мы пока что новички, поэтому нам доступен только самый убойный сорт, который самую маленькую урожайность дает. И этими семенами пшенички ты не сможешь засеять условно там подсолнечник. Если ты захочешь посеять подсолнечник, то придется ехать за семенами подсолнечника. Как-то так. В общем-то, есть у нас здесь хранилище и наши валероны будут прекрасно с ними работать. Да, ферма сразу же предоставляет кучу валеронов, которые будут делать за нас всю грязную работу. А мы им будем платить за это бабло. В общем-то, еще есть здесь куча гаражей, какие-то старые краны и, в общем-то, как-то так. Вот такой вот функционал у этой базы. Можно потом построить здесь мойку будет. Но это, правда, тоже стоит и денег, и нужно рейтинг. И можно вот эти столбы все расчищать. Ха! Присутствует вот такой домик и можно купить машинку за 6500. Но, мне кажется, наша девятка выглядит намного лучше, чем вот этот вот пикап. Поэтому нахрен пикап. В общем-то, что у нас тут есть? Фуражный прицепчик. Сколько ты, падла, стоишь? 36200. Нам, друзья, для начала нужно купить трактора и комбайн. Хотя бы два трактора. Плук. Этот самый культиватор, сейлку и комбайн. Я вот вижу, культиватор есть. Куновский здоровый, падла. Может, еще поменьше. Вот жаточка. Я так понимаю, вот от Товой и Енисея, который здесь стоит. Или нет? Я, в общем-то, не шарю. Маленький тракторок. Два комбайна есть. Давайте начнем с комбайна. Соответственно, РСМ-ка. 42 тысячи. Большая. Сразу же мы ее покупаем. 42 тысячи. И к ней, разумеется, берем сразу же жаточку. За 7 тысяч. Комбайн есть. Это уже хорошо. Далее. Нужны трактора. Еще один плуг. Вот этот поменьше. Просто я тут пока бегаю и наблюдаю трактора есть. Они не потянут тот здоровый. Точнее, не плуг культиватор. Они не потянут. Можно, в принципе, взять СК-700. Ну, вы же знаете, я очень не люблю это дерьмо. Тем более, он 33 косыря стоит. Ну, его нахрен. Он Нью Холланд. 17 520, да. Вот этот мусор тоже весь можно будет поуносить без проблем. Здесь расчистить территорию и все будет замечательно. И строить потом свои объекты, какие хочешь. Соответственно, нам нужен прицеп, который будет все возить. 3800 стоит. Мы его тоже берем. Нужен плуг. Возьмем самый маленький. Плугом мы будем пользоваться довольно редко. Так что, его мы тоже покупаем. Остается 65 тысяч. Нам нужна культиватор и сейлка. И удобрялка еще по-хорошему тоже нужна. Так, вот этот плуг у нас стоит 2800. А тот большой стоит, наверное, 1500, да. Большой куновский. А этот стоит вообще 1800. Давайте возьмем его тогда. Он дешевле. Замечательно. И сейлка. Сейлка, 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 сейлка. Сейлка у нас вот такая вот есть. 3000 мы ее тоже берем. У нас остается 60 тысяч и за них нужно купить трактора. Потому что на тракторах мы будем ездить и работать. Еще есть тюковщик. Еще есть такой вот маленький прицеп и крутой трактор. Это фэнт. Он большой. 32 тысячи стоит. Но его нахрен мы пока не можем себе такое позволить. О, есть, кстати, Урал. И мне кажется, Урал бы нам тоже не помешал. Сколько он денег стоит, падла? 12 тысяч, а? Ладно. А, есть еще сейлка поменьше. 5800 она стоит. А то мы за 3 взяли. А вот это, точнее, она без удобрения. Идет. А мы хотим сейлку с удобрением. Потому что нам надо много урожая. И надо удобрять поля. Есть еще вот такой вот Урал у нас здесь. Блин, техники дохрена. И хочется все купить и сразу. А так не получится. Это жизнь. Нельзя купить все и сразу. 15 тысяч манипулятор. Но его нахрен пока что. Обойдемся. Вопрос еще, нужен ли нам тюковщик. С учетом того, что пока что мы в животных упарываться не будем. Что-то 18 тысяч не так уж и мало. Точнее, не так уж и много, да. Я не могу понять, какой культиватор больше, какой меньше. И сделали мы правильный выбор или нет. Ну да ладно. Ладно, давайте по тракторам. Соответственно, у нас есть вот такой вот Нью Холланд. 17 тысяч стоит. У нас там где-то стоял Хурлеман. Вот этот вот самый типа маленький трактор из игры. 9 тысяч. Хорошо. У нас там МТЗ-шечка была. А, удобрялка, кстати. Нужна нам удобрялка или нет? Или нам проще навозом будет? Навозом дешевле. И 2 стадии удобрения можно сразу будет делать. Дотфахар Агро Стар 19 500. Блин, дорого. А где МТЗ-шка? Я же видел здесь МТЗ-шку. Прицеп мы купили. А плуг мы, кстати, взяли. Да, плуг мы взяли. Да, плуг мы взяли. Блин, столько всего и вообще не знаешь, за что хвататься, а? А, вон она МТЗ-шка. Сколько она стоила, падла? Тут главное в эти ямы не провалиться. А то тут, знаете ли, потом будут манипулятором доставать тебя оттуда. МТЗ-шка 5000. Давайте начнем с МТЗ-шки, да. 5000 у нас есть. 5000 на трактор мы можем себе позволить. Да, мусора здесь много. Но я его пока не хочу разгребать. Во-первых, оно и смотрится классно. Он, кстати, противовес. Нам нужен противовес, а? Как вы думаете? 120 евро. Конечно, мы берем. Долларов, да. У меня здесь стоит доллары. За 120 баксов, конечно, мы его возьмем. Сколько крутой трактор стоит, а? Расскажите мне, пожалуйста. Крутой трактор стоит 32 тысячи. Это очень дохрена. Давайте возьмем мне Холланда и Хурлимана. За 17 тысяч берем мне Холланда. И возьмем еще и Хурлимана. Или нам так много тракторов не надо? Нет, три трактора. Лишние трактора не бывают. Берем. 28 тысяч остается. Еще нам надо будет покупать семена и удобрения. И навоз. Если я навозом. А здесь навоза разбрасывателя нету, да? А новый стоит 11 тысяч. Можно, в принципе, его взять. Навоз так-то дешевый. Я больше люблю навозом, наверное. Точнее, здесь в условиях экономии придется или нет. Мы тележку-то взяли вот эту. Тележку мы взяли. Я думаю, все. На этом, наверное, хватит. За 18 минут справились. Это хорошо. Можно тюкалку взять. Она дешевая. Можно ее продать будет подороже. Знаете, как спекулянты действуют? Что-то 18 евро. Давайте возьмем. Да, я же не договорил насчет этих самых. Насчет соломы. Животных у нас пока в ближайшее время не будет. Поэтому солома нам нахрен не нужна. И можно будет ее распылять на поля. И это тоже будет как удобрение. Можно будет экономить на удобрении. Блин, хочется еще и Урала взять. 12 тысяч. А давайте возьмем. Почему бы и нет? Этот Урал у нас будет возить и продавать все. Это же удобно на Урале ездить. Правильно? Урал тоже берем. 15 тысяч у нас остается. Твою мать, а? Денег нет совсем. Да, тепличный комплекс мы уже не потеряем. Это точно. А маленькая тележечка стоит 2000. А давайте маленькую. Нет. Маленькую мы не будем брать. Она нам нахрен не нужна. Или нужна? Нет, не нужна. Да. Совсем деньги транжирить. Так себе. 15 тысяч. Еще же семена. И все остальное. Есть еще маленький комбайн. Ни хрена себе. 23 тысячи енисей. В топку. Лучше взять вон кейса. А, кейс 29 вообще стоит. Охренеть цены. Ладно. Мы не будем тогда всем этим упароваться. Я думаю, на этом хватит. Можно взять косилку. Кстати, можно взять косилку. И фуражный прицепчик. И бороться в силы сразу на БГА. БГА принадлежит ферме. Поэтому можно сразу там заниматься. 2200. А сколько тот прицепчик-то стоит? Надо обязательно подходить ко всему и это раздражать. 6200. Блин. Правда и времени уйдет на это куча. Ладно. Нахрен пока это все дело. Надо оставить какие-то деньги. Распродажа имущества обанкротившегося колхоза завершена. Вот так это работает. Соответственно, что у нас тут осталось? Комбайн, трактора. В общем-то, техникой мы обжились. Давайте откроем гараж и посмотрим, что у нас есть. У нас есть два трактора. Комбайн, тележка, культиватор, лук, сейлка, противовес. И да, у нас в принципе хватает техники, чтобы начать работу. Но мы сегодня ничего начинать не будем. Мы, друзья, немножко пробежимся по карте и посмотрим, что здесь вообще можно делать и чем она так замечательная. И чем она отличается от других карт. Небольшая экскурсия, мать ее. Соответственно, вот такая вот замечательная карта. Есть здесь несколько заводиков. Есть вот такой вот город Приозерск. Здесь находится риелторское агентство. И здесь еще не открыты у меня, но мы обязательно съездим их откроем. Там находится строительная компания, где мы будем заказывать стройки всякого дерьма. Типа, например, автомойки на нашу базу. И там много всего можно заказывать. Там находится биржа труда, где мы будем выполнять контрактики. Контрактики меня, конечно, раздражают. Это 17-я ферма и контракты здесь сделаны по конченному. В 19-й ферме сделаны контракты намного лучше. И это единственное вообще, что здесь мне не нравится. Контракты. Если бы были контракты как в 19-й, вообще в 19-й можно было бы не играть никогда. Также там находится биржа контрактов, потому что все, что мы будем продавать, будет продаваться по контрактам. Но это мы уже в следующий раз все посмотрим. Будем брать первые контрактики. То, что мы уберем с полей, мы можем продать на оптовую базу в абсолютно любом количестве. Но ценники здесь очень плохие. 168 евро. Это в два раза ниже рыночной цены. Есть вот такая вот менюшка цен. Соответственно, мы здесь видим, что рыночная цена, вот оптовая база, она принимает дохрена, но очень дешево. По рыночной цене можно будет оформлять какие-то поставки, за которые не будут ни штрафовать, если мы будем мало возить. Но это тоже надо будет все договариваться. А также можно будет брать контракты. Увы, сейчас биржа контрактов нам недоступна, поэтому мы это в следующий раз посмотрим. На этой карте также полностью переработаны животные. Есть вот такая вот менюшка животным. Вот, например, коровки. Они делятся на молодняк, подросшие, продуктивные и старые. Здесь 4 корпуса животных, и все их надо будет забивать. Точнее, где животные живут, тот и надо будет забивать. У них определенная вместимость, и животные живут определенное количество лет или дней. Потому что мы без сезонов играем. Нахрен сезоны, друзья. Сезонами играть очень интересно, но ввиду того, что я снимаю это все дело на ютубчик, чтобы не растягивать на миллион лет процесс, не мотать миллион времени, мы будем играть сейчас без сезонов. Соответственно, сначала мы будем покупать молодых животных. То есть телят, ягнет, поросят. Они будут какое-то время находиться в телятнике, и их надо будет еще кормить молочком. В телятнике, да. Потом они уже будут подросшими. Какое-то время уже в обычном коровнике будут находиться. И потом они станут продуктивными, и только тогда они начнут давать нам молочко. Ну или шерсть, например, у овечек. И потом какое-то время они будут старыми. Когда они будут старыми, их нужно будет продать или убить и отправить в Макдональдс, чтобы делать из них гамбургеры. Иначе они помрут и толку от них не будет никакого. Короче, это все очень интересно и надо будет обязательно тоже заняться. Заводов здесь тоже очень дохренище. Например, кстати, мясокомбинат делает пельмешки. Кто любит пельмешки, тот может поставить лайкусик, да. Завод, кстати, можно будет арендовать, если вдруг у нас будут какие-то ресурсы, интересный контракт. Но это, правда, стоит дохренище денег, потому что, например, на час арендовать завод 22 тысячи. А на час это мало, надо хотя бы на сутки, наверное, да. А это сутки уже 500 тысяч, это вот мясокомбинатик, например. Ну, какие-то другие подешевле, ну да ладно. На этих заводах на всех можно закупать их продукцию, если она нам нужна. Например, на мясокомбинате нам понадобится фасованное масло. Фасованное масло нельзя купить. Короче, все, что нам нужно, мы можем купить. То есть мы можем купить без проблем лук, если мы его сами не выращиваем, мы его можем купить по рыночной цене. Короче, это все тоже очень интересно. Также здесь есть рисовая ферма. И мы на нее сейчас переметнемся. Вот такая вот замечательная рисовая ферма. На ней находятся 6 полей, на которых можно выращивать рис. Насколько я знаю, на них можно выращивать все, что угодно, но рис можно выращивать только на них. Довольно интересная система выращивания риса. Нужно все это дело посеять и потом залить водой. Вот эти вот шлюзы такие, они открываются. Все это дело заливается водой и он растет под водичкой. А потом вода сливается и тут все убирается. Короче, тоже все очень интересно и надо будет посмотреть, да. Также, друзья, рейтинг. Рейтинг вообще важнейшая хреновина на этой карте. У нас он равен нулю. Рейтинг дается за выполненные контракты. За спиленные деревья по лицензии. Животные молочные. Короче, за все то, что вот на дарах Кавказа было. То же самое. И здесь у нас, да, у нас здесь нет. Он равен трем, потому что у нас есть в собственности три объекта. Два поля и ферма. За железнодорожные нарушения. За спиленные со штрафом деревья. Да, лицензии деревьев. Все как надо. За езду по чужим полям. За все это будет рейтинг минусоваться. Поэтому этого всего делать нам нельзя. Короче, будем его собирать. Этот рейтинг. Потому что без рейтинга никуда. Потому что, во-первых, чтобы купить какое-нибудь сраное поле. Например, вот девятнадцатое. Да, вот большое поле. Оно мне нравится. Нужно шестьдесят пять рейтинга. Даже четвертое поле требует тридцать семь рейтинга. Которое не такое большое. Находится около нашей фермы. И надо на него целиться. Для покупки участков тоже нужен рейтинг. Чтобы купить теплички надо двадцать четыре. Чтобы купить коровник надо пятьдесят один. Короче, и все такое прочее. А про заводы я вообще молчу. Тоже нужен и рейтинг, и куча бабок. Да. Также, кстати, есть здесь такая штука, как лояльность владельца. Ноль процентов. Соответственно, если у владельца лояльность ноль процентов. То хренушки он нам что-нибудь продаст. Для того, чтобы повысить лояльность. Надо посмотреть, какими полями владеет тот или иной челик. И выполнять контракты на его полях. Поэтому контракты выполнять так или иначе придется. Причем не из-за денег. А для того, чтобы повышать лояльность. Вот, например, тепличный комплекс. Владелец Мамаевский Дмитрий. Соответственно, я нацелен в первую очередь именно на него. Там, кстати, тоже очень классная система. Очень интересно. Нужно купить грунт, привезти. Нужно там все засеять. Потом этот грунт через какое-то количество урожаев станет негодным. И надо будет его менять. Потому что мы покупаем обогащенный грунт. Какое-то время его можно будет просто удобрять. А потом уже все. Придется его вывозить обратно. И тоже до хрена работы. Ну да ладно. Так вот, насчет тепличного комплекса и Дмитрия Мамаевского. Соответственно, нужно найти поле, которым владеет этот самый Мамаевский Дмитрий. И вот, например, восьмое поле. Соответственно, оно нам самое интересное для выполнения контрактов будет. Ну и, разумеется, остальные его поля. Правда, я что-то смотрю. Он не хочет владеть полями. У него нет полей. Ну твою мать, ну как-то. А, вот есть еще. Двадцать второе. Короче, вот так вот это все будет работать. Между сериями я буду выполнять по одному-два контракта за кадром. А также, друзья, если очень сильно нужны будут денюжки. И если вы очень-очень сильно захотите, то можно будет, конечно же, упороться на этой теме. И провести стремец, на котором мы будем выполнять контракты и болтать за всякой... О всяком разном, да. Но не факт. Ну и, разумеется, можно нанимать самолет для удобрений. И все здесь круто. Депо. Недостаточно рейтинга требуется 50. Увы, пока паровозики мы не посмотрим. У паровозики это тоже очень интересно. Там надо будет строить маршруты, ездить, возить большими объемами и все такое прочее. Короче, друзья мои. На этом нашу пилотную серию я заканчиваю. Если вы на канале впервые, то давайте-ка на кнопочку подписаться и получать уведомления, чтобы не пропускать ролики и стримчанские. А также можете присоединиться к нашему серверу в Дискорде. Там уведомления о стримах, потому что Ютуб, знаете ли, болеет. И, в общем-то, все плохо с Ютубчиком, да. Давайте напишем дохренища комментариев и поставим дохренища лайков под этим роликом. И, как я уже сказал, 555 лайкусиков за первые сутки и следующая серия выходит прям завтра. Да-да-да, так это и будет работать. Да, кстати, на железной дороге надо будет самому еще и стрелочки переводить. Типа, в какой ангар ехать. Это классно, вообще, мне понравилось. Я посмотрел это все дерьмо. Вот, в общем-то, всем огромные друзья, спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пятюню и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!